глава 12 чрезмерная систематизация мне пришлось как-то выступать в одном университете и говорить на тему христианин ли бог после моего выступления ко мне подошел один джентльмен у него раскраснелась от возмущения лицо и весь он дрожал от негодования потому что библейский факт о котором говорил я был неприемлемым для него после его возбужденной речи я спросил себя чтобы я мог еще сказать чтобы убедить его в том что ему нужен спаситель и спасение по вере только в иисуса христа и тут я сообразил что по крайней мере на этот раз ничего больше нельзя было сказать потому что его реакция говорила не смущайте меня фактами мое мнение прочно этот случай напомнил мне еще раз что любой из нас может стать жертвой такого же настроения ума при изучении священного писания мы так много раз слыхали изложение учения или сами преподавали его так часто что не хотим видеть нужды в том чтобы возвратиться и проверить во свете всей библии во что мы по сути верим всем христианам полезно знать на основании писания почему мы верим так как мы верим а не иначе мы никак не хотим толковать библию с позиции предрешенного заранее богословия но нам нужно развить свое богословие с помощью правильного толкования отдельных мест писания их конкретный вклад можно будет затем суммировать в одном богословском утверждении на определенную тему в учении на этот раз мы обратим внимание на двух виновников которые ошибочно заставляют нас застревать в нашей богословской колее никогда не дающий нам подняться за свежим лучом библейского света первый из виновников называется догматизация догматизация логики называют догматизацию круговым рассуждением вместо того чтобы начинать с отдельных частей данных а потом уже делать выводы человек начинается вывода а потом с его помощью толкует данные гарантируя тем самым что желаемый вывод будет подтвержден изучающий библию впадают в это заблуждение тогда когда строго интерпретирует писания с помощью предрешенных учений и традиций никто не имеет иммунитета от этой опасной болезни какими бы ни были его богословские убеждения несколько лет назад я принимал участие в радиобеседах на которых исследовались различные виды пророческих школ мышления один слушатель позвонил и спросил другого гостя программы как ваша система объясняет даниила 9 главу с 24 по 27 стих тот ответил я не уверен что именно имеют в виду эти стихи но я знаю что у меня правильная система эта классическая ошибка которой всем нам следовало бы избегать если ваша система или доктрина правильно она поддастся познаваемой интерпретации конкретных текстов и может случиться что вследствие правильной интерпретации даниила 9 глава с 24 по 27 стих придется исправить свою систему я приведу конкретный пример вопроса десятины многие верующие добросовестно отдают 10 процентов на дело божие потому что они верят что библия учит давать десятину сегодня сомневающийся в этом по их мнению еретик но несколько библейских фактов ускользают от их внимание во первых при моисее десятины означали 23 с половиной процентов общего дохода они 10 процентов при нем была установлена годовая десятина господу книга левит 27 глава с 20 по 32 стих плюс годовая десятина народу второзаконие 12 глава с 10 по 19 стих и к тому же еще каждый третий год десятина для бедных второзаконие 14 глава с 28 по 29 стих примечание переводчика автор не совсем точен здесь о разном использование одной и той же десятины примечание богдан во вторых хотя десятину упоминается в новом завете 8 раз они всегда говорится в историческом контексте в новом завете нет заповеди давать десятину как меру пожертвования на церковь но вместо нее благодатные дары становятся нормой представлены верующим в некоторых посланиях как например первое послание коринфянам 16 глава и второе послание коринфянам с 8 по 9 главы чтобы мы не давали это должно быть между нами и господом и сколько позволит нам состояние первое послание коринфянам 16 глава 2 стих ошибки бывают тогда когда писание процеживают через сито догмы между тем как оно должно быть исходной точкой и образцом по которому мы формируем и очищаем свои человеческие выражения божественной истины верующие в то что церковь будет восхищена до наступления тяжкого времени в их числе и я часто так яростно желают доказать свою точку зрения что видят свой взгляд почти в каждом возможном отрывке писания книга откровения 4 глава с 1 по 2 стих нередко приводится как главное подтверждение этого взгляда но если всмотреться в текст в котором описывается переживание иоанна можно удивиться и задуматься над тем говорится ли здесь вообще о восхищении думали ли вы когда-нибудь о том что и те кто верует восхищение до тяжкого времени и те кто верит что она будет после с одинаковой запальчивостью используют первое послание фессалоникийцев 4 главу с 13 по 18 стих для подтверждения своих позиций это потому что они догматизируют или вписывают в текст то во что сами верят на самом же деле этот текст просто ясно открывает самый факт восхищение первое послание к фессалоникийцам 4 глава 17 стих но здесь нет никаких указателей на время связь во времени между восхищением и тяжким временем должна быть установлена с помощью других отрывков писания моя книга на эту тему еще не переведена на другие языки и пока доступна только по английски каждая сторона подходит к этому вопросу с предвзятыми выводами а потом пригоняет к ним факты чтобы их взгляд звучал правильно между тем они должны были бы начинать свои поиски заново с молитвы о божьих указаниях и с желанием посмотреть на все библейские данные относящиеся к этому вопросу и намерением познать ум божий они защищают свой догмат возможно где то есть лучшее описание библейских данных которые обе стороны не готовы признать из страха что она раскроет заблуждение обеих сторон примечание переводчика автор не совсем точен в первом послании к фессалоникийцам 4 глава 17 стих трижды указывается на время восхищения относительно воскресения не предупредим в кавычках не опередим прежде потом после воскресения напомню что воскресение будет после великой скорби книга откровения 20 глава соответственно восхищение после обоих событий примечание богдан другой классический пример касается охвата христово искупления некоторые указывают на следующие тексты как отец знает меня так я знаю отца и жизнь свою полагаю за овец евангелие ты а на 10 глава 15 стих мужья любите своих жен как и христос возлюбил церковь и предал себя за нее послание к ефессиным 5 глава 25 стих и полагают что христос умер за своих овец и предал себя за церковь следовательно искупление определенно ограничено другие указывают на такие тексты как ибо мы для того и трудимся и поношение терпим что уповаем на бога живого который есть спаситель всех человеков а наипаче верных первое послание к тимофею 4 глава 10 стих или он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши но и за грехи всего мира первое послание иоанна 2 глава 2 стих они полагают что хотя христос умер за всех не все спасутся и потому учат что искупление не ограничено не в наших целях разрешать здесь этот вопрос да и число страниц в данном труде не позволяет этого сделать но позвольте сказать что тот кто подходит к этому вопросу догматически тот никогда не докопается до истины фактически искупление и ограничено и не ограничено кальвинисты ограничивают последствия искупления божьим суверенитетом между тем как армениане ограничивают последствия искупления волей человека те и другие должны признать что искупление ограничено и все же обе стороны должны признать что в каком-то смысле она не ограничена своей ценности и пригодности для всех людей всего человечества она не ограничена не говоря уже о том что слово об искуплении должно провозглашаться не ограничено догматизму нет места в правильном изучении библии однако мы все склонны догматизировать и время от времени можем поддаться этому соблазну как же нам оградить себя от него следующие шаги помогут всем нам сделать это первое начните с молитвы псалмопевца научи меня уставом твоим псалом 118 12 стих таким образом вас будет больше волновать вопрос познания ума божьего чем отстаивание своей позиции второе подчеркните индуктивный подход к изучению библии начните с текста а потом перейдите к систематизированному богословию третье испытайте свою догму писанием вместо того чтобы испытывать писание своим богословием четвертое смотрите чтобы вы не пропустили никаких библейских данных даже трудных текстов которыми пользуются не соглашающиеся с вами 5 никогда не бойтесь куда заведет вас тщательное воздержанное изучение библии шестое всегда сверяйте свои выводы с выводами благочестивых студентов библии чтобы обеспечить свою объективность деление божьего домостроительства на периоды или диспенсационализм это такая ветвь богословия приверженцы которые обычно верят что восхищение будет до тяжкого времени и второго пришествия христа для установления тысячелетнего царства с этой ветвью богословия хорошо знакомит нас богослов чарльз райри книги диспенсационализм сегодня который пока еще нет на русском языке ошибка диспенсационализма выражается в чрезмерном подчеркивании разнообразия божьего управления искуплением на протяжении истории и в при уменьшении божьих никогда не меняющихся с отношений с человечеством в соответствии с его никогда не меняющимся характером диспенсационалисты проводят такое резкое различие между законом и благодатью что кажутся умоляющими божий авторитет в законе или говорящими что до первого пришествия христа благодать вообще не существовало когда на самом деле божья благодать и закон существовали одновременно во всех искупительных действиях бога для адама и авраама закон существовал до моисея бытия 2 глава с 16 по 17 стих и бытия 26 глава 5 стих также как и благодать бытия 3 глава с 8 по 24 стих если слово божие авторитет на сегодня с последствиями за непослушание то в широком смысле новозаветные заповеди тоже закон настолько чрезмерным бывало иногда подчеркивание разницы между законом и благодатью что кое-кто обвинял диспенсационалистов в том что они учат двум путям спасения спасению по закону до креста и спасению по благодати после голгофы на самом же деле библия всегда учила что спасение дается только по божией благодати независимо отдел закона с этим согласиться любой диспенсационалист если его спросить временами диспенсационалисты учили что нагорная проповедь не дана на сегодня потому что произносилась до голгофы однако все чему учил иисус в тот день созидалось на святом характере его совершенно праведного небесного отца матфея 5 глава 48 стих требование возвышенной проповеди христа в том чтобы мы думали говорили и действовали как бог стоит только подумать о том что данные спасителям повеления касательно поведения повторяются все в новозаветных посланиях апостолов в прошлом некоторые диспенсационалисты проводили различия между терминами царство божие и царство небесное но евангелие от матфея 19 глава 23 24 стих и другие в нем места применяют их взаимозаменяемо и тоже делает евангелие от марка смотрите евангелие от матфея 18 главу 3 стих и евангелие от марка 10 главу 15 стих поэтому лучше понимать небо как метанимию или образный оборот речи использующий название одного предмета для определения другого связанного с ним вместо того чтобы быть двумя разными названиями с разными значениями название царство божие и царство небесное имеет одно и то же значение будучи сам диспенсационалистом я принимаю это предостережение к сердцу мы ни в коем случае не должны позволять диспенсационной системе влиять на нашу интерпретацию отдельных библейских текстов ниже приведенные правила помогут нам в этом первое признайте что писание учит единому искуплению основанному на и неизменном характере бога и на испокон веков установленном плане спасения второе веря что в библейской истории есть разные распределения или отправления божьей искупительной благодати всегда спрашивайте где проходит тонкая линия между различием и единством третье когда различие будет установлена всегда проверьте его дважды таким вопросом делает ли это различие писания или это тот контраст которого требует моя система заключительное слово закончим словами апостола павла к тимофею старайся представить себя богу достойным делателем неукоризненным верно преподающим слово истины второе послание к тимофею 2 глава 25 стих здесь павел преподает тимофею три истины в отношении обращения с писанием первое это безукоризненность божьего слова потому что оно есть слово истины павел утверждает а не защищает непогрешимость божьего слова из этой истины павел извлекает следующую мысль толкующий писание должен быть верным и умелым служителем посвященным правильному обращению со словом божьим это ответственность всякого кто берется толковать писание и наконец павел напоминает тимофею о его отчетности перед богом когда-то мы все встанем перед божественным автором книги и услышим его оценку наших интерпретивных стараний вот почему есть только одно действие хуже отрицания непогрешимости божьего слова а именно утверждение своего учения на небрежном обращении с библейскими текстами и неправильном представлении бога посредством погрешимой проповеди основанной на его непогрешимой и вечной книги строгие и твердые доктринальные позиции сопровождаются повышенным чувством ответственности жить согласно их уровню хотя не все согласятся со всеми иллюстрациями приведенными в этом отделе мы все можем получить пользу от изложенных здесь принципов они помогут нам удалиться от мелких вот интерпретивных ошибок помолимся же вместе с псалмопевцем укажи мне господи путь уставов твоих я буду держаться его до конца в разуме меня и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем поставь меня на стезю заповеди твоих ибо я возжелал ее преклони сердце моё к откровениям твоим они корысти отврати очи мои чтобы не видеть суеты животвори меня на пути твоем утверди слово твое рабу твоему ради благоговения пред тобою отврати поношение твое которого я страшусь ибо суды твои благи вот я вас желал повелений твоих животвори меня правдой твоею псалом 118 с 33 по 40 стих вопросы для обсуждения первое что такое догматизация в чем опасность этой ошибки второе как можно оградить себя от догматизации третье что такое диспенсационализм приведите примеры из библии того как эта ошибка может исказить подлинное значение отрывка писания четвертое назовите некоторые правила которым можно следовать чтобы избежать усмотрения во всех отрывках библии точки зрения диспенсационалиста